Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Нигма. Продолжаем играть в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Сегодня мы посмотрим у такого персонажа, как классическая Sony Blade. И вот я подобрал примерно такую вот команду. Кстати, у Джеки очень сильно бафнулось здоровье, но атаки очень мало по сравнению с той же Sony, почти в два раза меньше. Все персонажи седьмого уровня слияния, я подобрал эту команду даже не по синергии. Я бы хотел очень добавить, допустим, вместо той же Джеки или тяжелого вооружения Jax Briggs какую-нибудь Кесси Кейдж, спецагент, чтобы она блокбрекер давала нашей классической Sony Blade. Но она слишком низкого слияния, а я решил собрать команду, чтобы она, как это сказать, мне давали противников, ну, соответственно, моему уровню прокачки персонажей. Они слабее, чем они есть. Вроде как-то так. Давайте почитаем, собственно, по силочку. Обезвреживание. Sony. Спецприем 1. Наносит урон всем бойцам в отряде противника и снимает их щиты. Кроме того, все спецназовцы в ее отряде игнорируют стойкость врагов. Это очень круто. Обезвреживание у нас, по сути, пробивает щиты, накладывает пробитие щитов, как я понимаю, на всех персонажей. То есть мы будем неуязвимы к отрядам, которые используют щиты. Также получается минимальный урон. Ну, понятно, понятно, как бы. Средний урон. Так, по-американски, это, собственно, второй спецприем. Он наносит действительно высокий урон. То есть это прям жесткий урон наносит. Я думаю, я покажу потом. И, естественно, замедление вешает также на противника. Но и рентген ставит на саму Sony, собственно, сами щиты. Но это нас не интересует. Давайте покажу экипировку, которую я взял. Собственно, молот гнева. Он у нас, получается, дает 1 очко начальной силы, 20% бонуса к атаке и 30% шанса повышения критического удара. Также тактический жилет, экипировка самой Sony Blade, дает ей 35% максимального бонуса к здоровью, 20% самоисцеления после выполнения спецприема 3 или атаки рентгеном, либо фатального удара. И 50% уменьшения шанса критического удара для противника. Как-то так вот это работает. Также давайте я покажу вам, что делают пассивки этих двух персонажей. Они не бесполезны в этом отряде. Они дают хорошие пассивки нашей Sony. Давайте я покажу вам, что это за пассивочки. Все спецназовцы в отряде получают плюс 30% к стойкости. Ну и вторая часть пассивки нас интересует, как, собственно, спецприемы и то, что надето на Джаксис. Мы его постараемся с вами не использовать. Постараемся играть только Sony Blade классической. И Джеки Брикс. Все спецназовцы в отряде получают плюс 20% к заряду силы. То есть мы будем накапливать силу быстрее на 20%. Окей. Погнали, короче, драться. Сложная битва. Посмотрим, как затащит наша Сонька. Я на нее возлагаю большие надежды. И против нас 3 Скорпиона. 3 Скорпиона. Давайте посмотрим, что у Инжасти и Скорпиона за предметы стоят. Ну, у него ничего полезного. В принципе, достаточно бесполезный хлам. Но меня это радует. К сожалению, еще Sony у меня не 10-го слияния. Но, в принципе, я думаю, очень даже неплохо себя покажет. Даже вот при таком уровне. Прикольно, что у меня вот в последнее время попадаются те команды, которые я могу использовать, ну, одинаковых слияний. То есть седьмое, седьмое, седьмое. И в прошлый раз тоже было там, по-моему, тоже какое-то нам слияние одинаковое примерно. Когда я играл не 10-уровневыми слияниями чуваков. Погнали, собственно, первый бой. Прикольно с первым делом Скорпиона и Джастис вышел. Давайте я покажу вам, как работает первый спецприем. Накапливаем 100% и наносится всем урон. Видите, Скорпион убегает, но уже без здоровья. И, по-моему, он имеет шанс на блокбрейкер, если не ошибаюсь. Последняя, вторая часть спецприема, он блокбрейкер. Да, видите? По-моему, последний удар он блокбрейкерит в любом случае. Немножечко нас задамажил Скорпион. Так, добивающий. Давайте я все-таки добью Скорпиона сам, а то он меня убьет сам вторым спецприемом. Видите, бац, и последний удар его добивает. По-моему, он обладает блокбрейкером. Я точно не знаю, но вот, по-моему, последний удар первого спецприема, он блокбрейкерит. Но это не точно. Это не точно, это надо проверить. Я думаю, мы еще... У нас впереди 4 боя, мы еще успеем проверить. Давайте заценим, что там у противника. Так, молот гнева. Ну да, неприятные штуки. Я вот думаю, может быть, подставить кого-то другого. Да, не, не, не. Или да, да, не, не. Да, нет, да, нет, да, нет. Не знаю, не знаю, короче. Ладно, давайте попробуем, посмотрим, короче, насколько выдержит Соня Блейд удар от Люкана. Второй спецприем, по-моему. Если умрет, так умрет. Ничего страшного. В принципе, у нас есть два других персонажа. Я думаю, они справятся. Надеюсь на них, по крайней мере. Оба персонажа очень классные, которые еще у меня есть в отряде. Потому что, поэтому, скорее всего, мы точно не проиграем сегодня. Если только не выйдет какая-нибудь, ну, вообще сумасшедшая команда, которая, не знаю, нас просто развалит, там, у которых будет рубиновое снаряжение, плюс они все будут мега синергировать, плюс они все будут алмазными, плюс у них там будет еще, я не знаю, какая-нибудь все таланты прокачены, но максимум самые, которые нужны ему. Тогда, да, тогда. Ух ты, сработало. Интересная тема. Давайте я проверю. Давайте время экспериментов. Против алмазного Люкана. Последний. А, нет, смотрите, он отжал блок. А зачем ты это сделал, братан? Блин, у него блок-брейкер. Неприятная тема. Давайте используем еще раз первый. Давай, проверяем. Раз, два, три. Нет, смотрите-ка, не пробивает блок. Нет, извини, подруга. Да, господи, у них у всех срабатывают костяные щиты и бессмертие. Так, я не понял. Я только что по тебе прямо попал. Какого черта? Так, мне придется использовать сейчас снова первый. Как вы понимаете. Нет, к сожалению, первый спецприем не блок-брейкерит. Так, добиваем. Ну и первым спецприемом надо добить Люкана, если это получится. Если у него бессмертие, опять же, не сработает. А, оно сработает. На, получай. Ну, смотрите-ка, Соня втанковала кучу спецприемов и при этом еще и выжила. Очень круто. Естественно, мы также наносим всегда полный урон, потому что у Сони Блейд идет пробитие... Точнее, не учитывание скорости... Вот фото, блин, что я несу. Не учитывает, короче, стойкость противников. Не скорость, стойкость. Собственно, следующие наши противники это Кончи Чернокнижник, Великий Мастер Саб-Зиро и Скорбная Китана. Очень странная команда, на самом деле. У Чернокнижника... Ой, фото, у Великого Мастера дофига здоровья. Ну, тут все примерно сбалансированы, то есть у всех есть показатели здоровья достаточно неплохие. Естественно, в конце видоса мы с вами начнем открывать паки. Начнем мы с паков за монеты, в несколько штучек откроем, и потом продолжим открывать паки за души уже. Там огромный скидон идет сейчас, и я хочу им воспользоваться, потому что там реально неплохие скидки идут. На пак с алмазными персонажами. Там скидка идет 50%, то есть пак с алмазным персонажем стоит 200, мать его душ, 200, Карл. Это офигеть, как дешево. То есть 9% шанс выбить алмазного персонажа на халяву. За 200 душ. Учитывая нынешние расценки, это очень даже неплохо. Не дают мне проверить, есть ли добивающий удар у второго спецприема. Давайте я попробую второй спецприем использовать. Заодно в блок мы его юзаем специально, чтобы проверить, есть ли блокбрейкер у него. Нет, у него нету блокбрейкера. Все, уменьшение скорости накастовали. Блок. Давай, меняйся. Давай, меняйся. Че он не меняется? Я сейчас специально отжал блок, чтобы... Да, чтобы получить от китаны. Давайте первый спецприем тогда на нее используем. Блин, урон просто бешеный на самом деле, учитывая, что у китаны вроде достаточно плохие показатели атаки были. Ой, не атаки, здоровье. Я что-то сегодня все путаю. Добьешь куанчи или нет? Или у него слишком много? Нет, мне кажется, слишком много у него здоровья. Нет, смотрите, добило. Неплохо так. Сейчас пойдет бесконечно... Да, добили все-таки нашу Соню. Еще и воскрешение сейчас работает. Так, ну, против этого тебе не выжить, братан. Тоже, извини. Да нифига себе! Да что с ним не так? Почему он такой живучий? Только потому, что, наверное, у нашей Джеки Брикс всего 25 косарей атаки. Плюс я попал в блок вторым спецприемом. Но даже так, я думал, он его вынесет. Но, видимо, у него там какое-то снаряжение было на сопротивление урону. Окей, следующий бой. Кану Головорез, Мелина Вампир, Шейрмак Фараон. Естественно, 10 уровень слияния. Боец против меня. Это Кану Головорез. Давайте посмотрим, что у него за экипировка. Двое других чисто для количества здесь висят, чтобы вот как раз в таких боях попадаться. Источник жизни Блейза, Клинок Сенту, Вейер с лезвиями и Маска Глаза. Так, давайте мы тогда сделаем следующий такой финт ушами. Нам нужно, чтобы эта, как ее называется, эта фигня, работала на... На хай-тек Джеки Брикс. Чтобы она не сработала на Sony, потому что первый спецприем, я думаю, нам еще пригодится. Но так как мы игнорируем стойкость, мы будем наносить даже понамного сильнее, чем персонаж противника. Чем... Фу ты, чё я говорю. Намного сильнее, чем наши персонажи по противнику, урон такой же, какой он и должен быть, по сути, при бою с равным противником. Либо с тем, у кого стойкость ниже вашей... Ниже вашей атаки. Так, почему-то не сработало эффект от... Ну да-да-да, из-за того, что у него Вейер с Китаны, он блокбрейкерит. Мы сейчас попробуем его вторым спецприемом наказать. Главное, пасть не в блок им. Ух ты, повезло так, как мне сейчас. Очень сильно повезло. Не повезло 100% набить, но это ваншот все равно. Второй спецприем очень много наносит урона, особенно если вы там набиваете 100%. Так, ну эти чуваки просто, знаете, для смеха здесь добавлены по большей части. Ну давайте добьем их. Но это было несерьезно. То есть, некоторые люди вот так вот делают. Они берут одного персонажа, какого-нибудь 10-го слияния алмазного, и добавляют каких-нибудь двух лохов в команду, чтобы им вот попадались слабые команды. Короче, слабые игроки, вот это вот. Так, и у нас босс. Босс это Фараон Ермак, это классическая Соня Блэйд, причем 10-го уровня слияния. Почему? Не знаю. И Кано, который тоже 10-го уровня слияния, но при этом... А, вот почему. То есть, у них хоть и 10-й уровень слияния, но у них уровень не 60-й. У них у всех примерно одинаковый уровень. Именно поэтому мне попались три персонажа 10-го уровня слияния, но при этом имеющие гораздо меньше, так сказать, статов здоровья против меня. Но статы атаки у них у всех очень высокие, поэтому это будет сложно. Даже у Сони Блэйд, даже у Сони Блэйд, статов атаки вообще не выше, чем у противника. Это будет не очень приятно. Я что-то сегодня запинаюсь все время. Что это вообще такое? То есть, начинаю что-то говорить и делаю ошибки в этом. Это ужас какой-то, ужас. Но, так или иначе, нам всего-то надо затащить. Поэтому сейчас мы будем тащить. Давайте я сразу поменяю на Соню Блэйд, так как я забыл ее поставить до этого. Но поменять. Давайте первым. Уже отняли ему определенное количество здоровья, а сейчас можно и первым добить. Так, Кану. Блокбрейкера у тебя нету, я уже вижу. Ах, зараза, вот обманул, обманул меня, конечно. Приятный человек. Да ты задолбал уже. Хватит блокировать. Сражайся честно. И как я понял, у второго комбинационного движения так же... Что это такое было? Друг друга ударяем, ударяем, ударяем. Давайте проверим, добьем, не добьем. Добили. А ты че думал, и тебе сейчас первый прилетит? Ракетки. Но вообще желательно, конечно, бить первым, а не вторым. Либо взять ей, знаете, вот эту вот шляпу, как она называется, амулет шинока, и тогда она, в принципе, может использовать и этот... Этот... Как его? И второй спецприем сразу же. А потом использовать первый после этого тоже неплохо. Да, особенно, если жирный противник против вас выйдет. Но это не обязательно. То есть вы можете просто спамить первыми спецприемами и побеждать. Это я так чисто вам просто использовал второй спецприем несколько раз, чтобы показать. Я бы так-то его, наверное, вообще почти не использовал в время боев. Ну вот какая-то такая команда. То есть, как вы видите сами, Sony Blade в соло почти всегда разваливает всех. И даже несмотря на то, что я не ставлю блоки, я там ничего особо как-то не стараюсь, да, играть за нее прям вот супер-мега круто. Но, блин, она показывает себя супер-мега круто. Вот эти два бойца, они вообще были не нужны. Там единственный раз вот хай-тек Джеки Брикс понадобилось, чтобы просто добить там противника, который вынес нашу Sony Blade. И то совершенно случайно. И, в общем-то, на этом-то и все. Как-то так. Давайте тогда переходить, что ли, в магазин и покупать с вами пакетчи. Погнали. Сейчас увидимся. Собственно, вот мы и в магазине. У нас в продаже есть аж целых четыре новых набора. Вот они раз, два, три, четыре. Остальные наборы, они фиговые. То есть, они там включают персонажи испытания, золотые персонажи, в чем всякую бесполезную шляпу. И давайте я покажу вам, что это за наборы. Во-первых, тот набор, который мы будем открывать с вами сегодня, доступен всего один день и пять часов. Именно два дня он всего был доступен, по-моему, с момента выхода. Откройте набор Дня Мертвых и получите уникальный шанс достать карту алмазного персонажа. Китана Дня Мертвых, Эрон Блэк Дня Мертвых или Джей День Мертвых. То есть, по 9% шанс выбить кого-то из персонажей Дня Мертвых, либо же золотой персонаж в 91% случаев. Как-то так. И стоит он всего 200 душ. Вот представьте, всего 200. Это же офигеть, как мало. Также есть золотой набор МК-11, который включает в себя 6% шанс для выбивания трех персонажей. То есть, Кабала из МК-11 6% золотой Джейд 6% и золотой Рейден 6%. В итоге, 18% шанс выбить эксклюзивного золотого персонажа. Либо же 82% шансов выбить обычного персонажа. Какого-какого? Без испытания. То есть, обычного вообще просто золотого персонажа, но при этом он стоит 375 душ. Что я считаю, очень много как-то для... Хотя, очень высокий процентный шанс выпадения вот этих трех персов. Это... да. И к тому же выбить Кабала, все дела-то. Есть еще элитный набор спецназовцев. Тоже классный набор. Стоит 450 душ, но это того стоит, потому что алмазный спецназовец выпадает вам с вероятностью 15%. Либо за золотой спецназовец без испытаний 60%, либо золотой спецназовец из испытаний со счетом 25%. Ну или вообще любой золотой спецназовец, включая всех персонажей из испытаний и из-за неиспытаний. И мне кажется, что почему-то это последнее. Ну и четвертый набор. Это ускорение испытаний уровня Старший Бог. Смотрите-ка. Здесь написано, он стоит 400 душ. Думаете, а почему так дорого? Обычно же наборы испытаний и ускорения стоили дешево. Потому что здесь шанс выпадения персонажа испытаний 100%. То есть по 18% Триборги и Предательница Тани. И Кобуджу Цутани 10%. То есть вы со 100% вероятностью покупаете набор, получаете персонажа испытания. Но мне персонажи испытания не нужны. Мне также, наверное, не очень-то будут сподручные спецназовцы за такую цену. А вот выбить золотого персонажа с 9% шансом, но при этом всего за 200 душ за пак, это очень круто. Но сначала мы, естественно, откроем с вами несколько пакетчей наборов снаряжения за 70 тысяч монет. Просто потому что мне нужно собрать также еще и респиратор. Мне нужно также собрать еще и бутылек крови для нашей Скарлетт. Так что будем открывать сначала эти наборы. Естественно, мы не будем тратить всю сумму, которая у меня сейчас имеется. Мы просто откроем несколько наборов. Давайте начинать. Первый набор уже пошел. Давайте следующий. Давай, набор снаряжения 70 тысяч. О, они, кстати, сделали так, что оно теперь не перематывается после того, как ты открыл набор. Раньше нужно было перематывать опять в конец, чтобы открыть еще один набор. Теперь так и не делается. Это хорошо. Перчатки Скандалиста. Китана. Катана, точнее. Хекс. Давайте следующий набор открывать. Давай, 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 давай. Посмотрим, что там будет. Пока ничего не падает. Пока не прет. Но в любой момент, я думаю, может выпасть нужная нам карточка. Но опять же, пусто. Я думаю, вот сколько потратить. Давайте мы с вами потратим, я не знаю, до 500 тысяч сначала. А там посмотрим. Там посмотрим. Сначала до 500 тысяч. Ну, я имею в виду не до 500, а до миллиона 500 тысяч, если что, да. А там уже увидим, будем открывать дальше или не будем. Так, пока вообще не прет, то есть не падает ни одна из двух карточек новых. Но я надеюсь, что хотя бы одна или две карточки нам все-таки выпадет. Я думаю, от того стоит. Даже ладно, что же вы так меня подводите-то. Я знаю, что точно бутылек крови. И знаю, что точно падает отсюда респираторная кабала. Это прям 100%. А вот и у нас бутылек крови выпал. Бездонный сосуд кровью. Увеличивает вероятность первоощрения в основных атак в неблокируемость до 26%. Для Скарлетт увеличение исцеления от урона от кровотечения до 55%. Но самой Скарлетт пока никак не получить ее. Это из минусов. Но нету паков пока на нее. То есть они были, а потом их убрали. И я так и не смог ее выбить, хоть я и потратил все свои души как раз-таки на этот пак. Получаем опять же три бесполезные достаточно карточки. Давайте еще пару пакетчей, я думаю, открыть можно. Блин, я все время проматываю уже по привычке. Оказывается, что не надо проматывать. Такс. Палащи. Палащи. Также боевое снаряжение. Ну и целебные травы. Так, ну и открываем последний на сегодня наборчик из снаряжения. Потом будем открывать уже наборы с душами. И смотрим, что у нас здесь. Ну а здесь, к сожалению, три повторки. Но мы хотя бы одну карточку снаряжения для Скарлетт выбили уже неплохо. Ладно, все. Давайте открывать теперь наборы, собственно, на алмазный набор не о мертвых. С распродажей скидкой в 50%. Итак, внимание. Открываем набор. Ладно. Хорошо. Главное, что еще даже если вам максимально не везет, вам падает персонаж испытания за 200. Мать его душ. Это офигеть как круто. Если вам даже не выпала алмазка. Это просто на халяву, можно сказать, раздают. Так, это уже персонаж тот, который у меня есть. Это меня уже радует. Кстати, карты повышения уровня мне также нужны, они мне также понадобятся. Так, рептилия. Карточка для рептилий. Перчатки анталиста. Итак, внимание. Вы готовы к алмазке? Это алмазка. Я вам говорю. Ну, блин, а ядовитая Девора. Кстати, 10-е слияние. Неплохо. Получает у нас 10-е слияние. 36 540 атаки. 66 420 здоровья при 10-м слиянии. Окей. Погнали дальше. Открываем следующий набор. Еще один персонаж 10-го слияния в моей коллекции. Причем персонаж испытания. Да, Девора сейчас считается... Это ядовитая или отрава. Я не помню, как она называется. В общем, Девора, связанная с ядом, она сейчас считается персонажем испытания. Так, это повторка. К сожалению, это повторка. Ну, ладно, ничего страшного. Зато откроем на один пак больше, да? А, возможно, и не на один. Ну, ладно, не буду об этом думать. Открываем следующий пак. Если сейчас 4 повторки будет, то не один, да? То два. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Открываем. Что у нас тут? О, слава богу, это у нас неповторный персонаж. Уже хорошо. Получаем карты повышения уровня. Итак, ну, это должна быть алмазка сейчас. Вы готовы к алмазке? Вы готовы? Погнали. Алмаз. Мстительный шинок. Ну, да ладно. Окей, типа. Персонаж все-таки имеет, по сути, свою самую высокую атаку среди персонажей испытания на данный момент. Поэтому, ну, неплохо, неплохо. Меня радует. Отличный персонаж. Давайте откроем следующий набор. Но алмазы тоже хочется, потому что все-таки, блин, алмазы 9%. Ну, хотя бы раз-то должно выпасть. Давайте, следующий пакетч. Ну, дайте одну алмазку. Ну, хотя бы одну. Ну, что я так много прошу? Так, это снова персонаж, который у нас еще не 10-го слияния. Замечательно. Карты повышения уровня. Еще одна карта повышения уровня. Неплохо. Итак, вы готовы к алмазке? Все, алмазка, ну, пожалуйста, алмаз, алмаз. Ханзо, Хазаши, Скорпион. Девятое слияние, кстати, тем временем. Неплохо. Неплохо, неплохо. Но не то, не то, совсем не то, что надо. Давайте открываем еще. 9% шанс. Давай работай уже. Сколько можно? Давай мне уже алмаз. Я, конечно, понимаю, чтобы у меня должно было быть 2000 душ, чтобы со 100% вероятностью, типа, выбить алмазку. Но мне кажется, я столько раз уже не убивал алмазки, что рано или поздно обязаны все-таки выпасть. А она не падает до сих пор, сколько я уже паков не открыл. Новый уровень. Вееры китаны. Жалко, не падает снаряжение вот для Скарлетт либо Кабала. Итак, смотрим. Ну, давай. Девятый уровень слияния. Мстительный шинок, что я могу сказать? Как-то так. Ладно, последний набор, последний шанс на выбивание, выбиение алмазки. Пожалуйста. Только неповторную карточку. Вот просто, только неповторку. Все, что угодно, блин. Я не знаю, уже думаю. Слава богу, это уже неповторка. А теперь я прошу алмаз. Теперь 100% алмаз. Короче, вот здесь я уверен на 100% алмазная карточка. Поэтому я просто ее возьму. Ну, да-да-да. Алмазный карабарака. Ну, твою мать! Ну, почему не выпало? Тут ни одной алмазки не выпало. Ну, серьезно. Я уже открывал наборы Скарлетт. Я открывал эти наборы. Я открывал наборы еще там какие-то за 400 душ, за 450 душ, за... Всякие разные наборы открывал. И нигде ни разу мне не выпадало за последние несколько недель алмазка. Серьезно. Просто почему? Неужели так сложно хотя бы один раз мне дать алмазку, когда я открываю алмазные наборы? Нет? Ах, ладно. Что, ничего уж не поделаешь. Давайте с горя откроем, я не знаю, еще один золотой набор снаряжения. Порадуйте меня хотя бы респиратором, пожалуйста. Ну, да-да-да-да. Не респиратор тебе. Ах, клинки кубудзюцу в задницу. Как-то так, собственно. Ну, ладно-ладно. Что уж, ничего не поделаешь. Не повезло, так не повезло. Но, в принципе, давайте мы, знаете, что еще сделаем с вами сейчас. Перейдем в коллекцию. Ну, хотя бы и не понападало повторок персонажей испытания. Тоже неплохо. Перейдем, говорю, в коллекцию, чтобы сейчас себе... Так, фильтры. Ой, прошу прощения, нажал не туда. Чтобы мы сейчас по фильтрам отсортировали персонажей. Так. Убираем спецназ. Ставим внешний мир. И ищем, ищем, ищем нашу красавицу. Где же ты, Девора? Где же ты? Так, а где она, серьезно? А, вот она. Вот она, Девора, собственно. Давайте мы ей, во-первых, из-под палки прокачаем. Раз. Два. Все. Остальные все карточки вливаем с помощью карт рентгена. Повышаем ей все эти характеристики. Ну, хотя бы карточки новых уровней заработал. Могу сейчас себе повысить героя. У меня еще достаточно много карточек останется. Так, ну и повышаем ей 60 уровень ставим. Давай, давай. Давай, нажимайся. Не с первого раза почему-то всегда нажимается. Окей. 60 уровень есть. И давайте посмотрим, сколько же у нее по итогу статов становится. У нее становится 45 644 атаки и 90 528 здоровья. Кстати, она опережает по статам, по сути, своей стрелка Эрена Блэка. Но вот Таня ее превосходит во всем, к примеру, да. Также она опережает по обоим видам статов. Каталькана, Кано и других персонажей десятого слияния. Ну, кроме разве что вот рептилии. По здоровью она его не вывозит. Но остальные, в принципе, персонажи десятого слияния... Уже их нету, да. Вот, кстати, все персонажи золотые, которые у меня десятого слияния есть. Если вам интересно, можете посмотреть. Типа, вот они. Ну, на самом деле, нет. Это не все. Вот так вот будут все. То есть, это у нас... Давайте посчитаем просто. Ну, не знаю, для разнообразия. Шао Кан Завоеватель алмазный. Кан Уголоворез алмазный. Дальше. Классическая Мелина. Пронизывающая Мелина. Это классический Ермак, костюм Джеки Брикс, Сайракс, Фараон Ермак, Джонни Кейш, Комбат Капс, Сектор, Тремор, Афтершок, Таня Кобудзюцу, Воин Шакана Кентаро, Борайча, Гора, Бешенство Тигра, Комбат Капс, Соня Блейд, Кенши Старший Бог, Предательница Таня, Стрелокаран Блэк, Скорпион Классический, Ядовитая Девора, Темный Властелин Каталькан, Рейден Темный, Чернокнижник Куан Чи, Классический Кано. Джейсон Вурхес, Неостановимый, Классический Саб-Зеро. По-моему, ниже статов, чем... А, вот еще Кейси Кейш, Секретный Агент. Нет, ниже еще есть статы. Кракен Рептилия. И, по-моему, там еще дальше кто-то есть. Да, Джеки Брикс Кибер. Вообще имеет мизерные статы по здоровью и атаке. Это, конечно, просто вообще капец. Но и вроде бы на этом все. Следующий у нас на очереди это Джасти Скорпион и прочие-прочие-прочие-прочие-то персонажи испытаний. Как-то вот так вот пока получается. Ну и, естественно, все персонажи эти серебряные и бронзовые. У меня также десятых слияний, шестидесятых уровней. Ладно, на этом мы будем заканчивать. Большое спасибо за просмотр. А с вами был Ник. Удачи. До скорых встреч. И мы еще с вами увидимся. Пока-пока.